Привет! Я в прошлом видео постарался объяснить, а зачем нужно заниматься фотографией. Теперь давайте перейдем к конкретике. Допустим, вы определились, что фотография вам подходит и что это вам интересно. Что дальше? С чего начать? И первое, что приходит в голову большинству людей, нужен хороший фотоаппарат. Да. Я же хочу снимать красиво, как профессиональный фотограф, а профессиональные фотографы снимают на большие, профессиональные, дорогие фотоаппараты. И в этом, конечно, есть своя логика. Да, действительно, с большой долей вероятности, через какое-то время вам все равно захочется купить камеру получше. Так почему же сразу не купить хорошую технику на вырост? И тут есть опасность. Знаете, как это часто бывает с детьми. Купили ребенку рубашку на вырост, вчера была велика, а сегодня уже мала. Сложно выбирать и покупать что-то на будущее. Особенно, если ты начинающий фотограф и даже не понимаешь, на что смотреть. Да и вообще, может вам через полгода надоест фотография. Может, это вам только показалось, что вам нравится фотографировать. А такое часто бывает. Хотя мне вообще нравятся такие люди. Они потом продают всю свою технику на Авито в очень хорошем состоянии. Потому что она у них долго лежала без дела. А еще некоторые говорят, мне не нравится фотографировать, у меня не получается, потому что у меня фотоаппарат плохой. Вот сейчас куплю какую-нибудь крутую камеру и начну снимать. Ну, это сомнительное заявление. Потому что часто бывает скорее наоборот. Человек покупает дорогую камеру, а потом смотрит такой. Че это? Да у меня на телефон лучше фотки получались. И это неудивительно. Фотоаппарат раскрывает свои возможности только если его грамотно использовать. Кроме того, при выборе фотоаппарата есть куча нюансов. Ну, например, что вы хотите фотографировать, как вы хотите фотографировать, в каких условиях вы будете фотографировать. Все это важно. Поэтому, если есть возможность не торопиться с выбором новой дорогой камеры, то не торопитесь. Начните с чего-то попроще. Можно ли учиться фотографировать на телефон? Можно. Но функционал будет сильно ограничен. Скорее всего, вам быстро надоест такая съемка. Телефон сейчас отлично фотографирует, но именно учиться фотографировать на них, мне кажется, не очень интересно. Докупать к телефону какие-то насадки? Ну, я бы не стал тратить на это деньги. А что если у меня есть вот такая старая компактная камера? 14 мегапикселей. Подойдет? Подойдет. Но только если там есть ручные настройки. Если ручных настроек там нет, тогда, наверное, интереснее снимать на телефон. А самый лучший вариант для обучения, это найти вот такой фотоаппарат, у которого есть не только ручные настройки, но еще и возможность менять объективы. Где такие фотоаппараты взять? Вариант первый. Дорогой. Просто купить в магазине новый фотоаппарат. Но есть опасность, что вы потратите кучу денег на то, что вам в итоге не подойдет. Будет обидно. Второй вариант. Без стыжей. Попросить у друзей. Может быть, у кого-то лежит без дела какой-нибудь старенький фотоаппарат. Ну и они вам дадут попользоваться. Ну а вдруг? Вариант третий. Рискованный. Найти на барахолке по дешевке старый фотоаппарат. Я советую брать либо Canon, либо Nikon. А если хотите более понятное меню, то лучше берите Canon. Так как при покупке с рук есть риск нарваться на нерабочий экземпляр, то лично я бы рассматривал варианты подешевле. Чтобы не так жалко было. А если повезет, то можно его потом еще и продать за те же деньги. А с нашим пляшущим курсом доллара может быть даже дороже. Да, конечно, это будет старенький фотоаппарат. Но ведь эти фотоаппараты кто-то когда-то покупал за 500, за 1000 долларов. Просто представьте, что вы живете на 10 лет раньше. А в те времена этот фотоаппарат был просто ого-го. И снимали люди на него. И получались отличные фотографии. Мучились, но снимали. Короче говоря, это тот случай, когда для тренировки можно взять что-то попроще. Важно еще, чтобы вам было комфортно носить фотоаппарат с собой. И не бояться доставать его где-нибудь в темном переулке. Ведь самое главное в обучении фотографии это постоянно фотографировать. А еще анализировать то, что у вас получается. О том, как можно анализировать свои фотографии, я буду рассказывать в следующем видео.